Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Что ж, сегодня массаж ложками, двумя ложками. Признаюсь, эта техника мне знакома. И признаюсь, я практиковала ее раза два или три всего в жизни, просто потому, что никогда нет под рукой у меня двух чистых ложек. За то время, пока я сверху спущусь, пока, допустим, Данечка умывается, одевается, пока я спущусь за чистыми ложками, поднимусь, я уже успею просто сделать себе мануальный массаж. Я за мануальный массаж, потому что его можно делать даже при полном макияже, при полном параде. Единственное, что я человек, который не имеет ничего на лице, ни крема, ни тонального крема, ни B&B, ничего. Поэтому я всегда могу сделать себе хорошенький интенсивный массаж. Я считаю массаж ложками идентичным по интенсивности массажу шариком. У меня есть шарик для гольфа, им не очень удобно массировать, но он очень хорошо и сильно массирует. И сразу могу сказать, что массаж ложками я считаю более удобным, потому что, во-первых, двумя ложками вы работаете. Ну и, соответственно, маленький мячик и жесткость его не всегда есть. Под рукой нужная жесткость, поэтому, в общем-то, массаж ложками. Сейчас я буду делать массаж ложками вместе с вами, потому что я очень давно его не делала. И мне самой хочется понять и почувствовать, потому что сейчас я обладаю действительно большим опытом, по сравнению с тем, когда я первый раз делала массаж ложками, возможно, второй раз. И на этом, в общем-то, и забыла про эту технику. И я также жаловалась своим зрителям, что морщина у меня появилась. Очень хорошо ее на камеру не всегда видно вот здесь. Кстати, мне часто делают такой, скажем так, ну для меня это, конечно же, комплимент. Мне говорят, посмотрите, у нее брови двигаются, а лоб не двигается, у нее ботокс. Нет, у меня нет ботокса, потому что мне некогда его поставить. Да и денежек мне жалко на ботокс. На ботокс уйдет, наверное, ну не знаю, здесь по итальянским меркам у хорошего врача. Я, правда, не приценивалась. Сейчас многие скажут, откуда она цены знает. Да, приценивалась, наверное, делала. Но мне кажется, 300 евро уйдет. И на 300 евро я себе что-нибудь купить смогу. А за год, ну сколько раз в год нужно делать ботокс? Это же тоже, не знаю, пальто можно себе красное купить, либо фиолетовое, либо бежевое. Нет, я на ботокс пока тратиться очень не хочу. Но самое главное, ботокс это время. За время, за это время я могу миллион видео записать, заработать себе на ботокс, на красное пальто. Ложки. Что сейчас важно? У меня на лице нет ничего, ни масла, ни крема. Поэтому я хочу попробовать, потому что я человек, который любит сильное надавливание. И я очень и очень не люблю скольжение. Потому что я помню, что когда я делала массаж ложками, да, совершенно точно, для меня достаточно, для лба, по крайней мере, для меня достаточно не наносить. То есть вот прямо-таки умылась и делаю. Я, кстати, приготовила сюда баночку с кокосовым, нет, это не кокосовым, это оливковое масло. Потому что вам подойдет любое растительное масло. Если у вас нет растительного масла, вдруг такое бывает, нанесите небольшое количество крема. Тоже это может подойти. Либо просто водой смочите ложки, либо на распаренную кожу. У вас будет тогда лучшее скольжение. Кому подойдет массаж ложками? Массаж ложками подойдет тем, у кого прямо-таки проблемы с албом. То есть имеются вот здесь морщины, над бровными дугами имеются морщины. Кстати, именно ложки, так же, как и шарик, позволят вам очень легко почувствовать болевые точки. Эти болевые точки являются зажимом. У меня, к счастью, их нет. Я пока ничего не чувствую. И, соответственно, подойдет также тем этот массаж, кто боится растянуть себе кожу. Потому что у вас не будет ощущения, что вы растягиваете себе кожу. На это я обратила внимание, когда первый раз делала массаж ложками. Да, массаж ложками – это хорошо. Это очень приятно. Я вообще за массаж. Если бы вы меня спросили, а, кстати, сейчас такой вопрос звучит. Я считаю, на данный момент лицевую гимнастику в поддержании красоты лица менее эффективной, чем массаж. Я скоро запишу видео. Одна моя зрительница, ей 19 лет. Мне очень приятно спросила меня. Яна, что нужно делать, чтобы так же хорошо выглядеть к вашему возрасту? Я запишу это видео. Большое спасибо за такой вопрос. И там как раз таки будет фигурировать лицевая гимнастика. Но не для того, чтобы корректировать морщины, а для того, чтобы прежде всего контролировать свою мимику. Когда мы контролируем свою мимику, мы не делаем непроизвольные заломы, соответственно, у нас не формируются морщины. А массаж – это то, что нужно для того, чтобы уже имеющиеся морщины разгладить, потому что мы расслабляем заломы. Ну, что я вам могу сказать. Для лба совершенно точно эта техника прекрасно подходит. Я, кстати, сразу не стала брать маленькие ложки, потому что до этого, когда я начинала делать, точнее пробовать подобный массаж, у меня была идея с чайными ложками. Чайные ложки слишком маленькие. Берите большие ложки. Прекрасно прорабатывается. Можно, кстати, массаж делать даже кожи головы чуть-чуть. Как советует Амина антикосметолог, она вот так советует по периметру делать массаж. Соответственно, да, ложки совершенно точно. Давайте попробуем здесь. Ну, в принципе, да. Единственное, что я все-таки предпочитаю здесь делать по-другому. Я предпочитаю здесь. Такое ощущение, что ложка как будто бы не двигается там, где должна двигаться. А если двумя? На самом деле, вот на этой части лица у меня странное ощущение от ложек. Но для лба совершенно точно рекомендую. Для лба, да, это очень хорошая техника. Для зоны под бровью также. Давайте посмотрим на глаза. Нет, на глаза я бы не стала делать, потому что для меня недостаточная проработка. То есть из-за того, что ложка имеет определенную острость, либо наоборот здесь тупизну, соответственно, очень много зависит, что называется, от материала. Я бы все-таки руками здесь работала. Хотя, опять же, если вы боитесь растянуть кожу и вам ближе все-таки вот такой точечный массаж, кажется, что я просто нажимаю, но на самом деле ложка приходится прямо-таки только на одну точку. Соответственно, это тоже техника, которая вам может понравиться, подойти. В последнее время я, кстати, очень люблю делать массаж глаз. Я рассказывала, что я устаю от монтажа. И я погружаю прямо-таки пальцы очень-очень глубоко. Мне кажется, с ложками это вообще прямо-таки хорошая техника. О, да. Это невероятно приятно. Да, вот прямо-таки открытие этого видео, помимо лба, однозначно, да. Это массаж для уставших глаз. Если вы будете вот так мизинцами надавливать в течение дня, когда вы чувствуете, что ваши глаза устают, это очень приятно, действительно, очень приятно. Мне почему-то кажется, что это также профилактика хорошего зрения. И здесь точно так же. Я очень-очень глубоко научилась погружать пальцы, на это выглядит очень странно, страшно. Хотя я это делаю, когда делаю себя сама, не закрывая глаза. Можно еще глубже пальцы погрузить. Но ложками удобно, да, ложки это хорошо. Да, ложки однозначно для глаз. Для уставших глаз. Да, здесь мне все понравилось. Я обычно делаю массаж, показывала у глаз вот таким образом. Давайте посмотрим, можно ли здесь подобным образом сделать при помощи ложек. Да. Я сейчас делаю достаточно осторожно, чтобы звук не скакал и не прыгал от того, что ложки ударяются друг об друга. Да, я считаю, что вот такая техника у глаз тоже подойдет тем, кто боится растянуть, кого смущает то, что кожа как будто бы собирается. Да, однозначно для лба. Очень хорошо, очень эффективно. Притом можно делать без зеркала. То есть сели, смотрим телевизор, либо любимого блогера, правильно, стрит-стайл какой-нибудь включили. И массируем. Да, лоб можно делать прямо-таки замечательно. Потому что вот здесь, например, нужно слишком сильно надавливать, если мы делаем руками, а ложками хорошо. По периферии, по периметру лица тоже, да, уши тоже, да. Я обожаю делать себе массаж, потому что это очень-очень приятно. Да, за ушами. Я, кстати, сейчас нейронизирую действительно за ушами. Я всегда прорабатываю уши. Да, за ушами. Да, единственная зона, которая меня смутила, как у меня красные уши сразу встали. Под цвет губ. Прямо, ну, самые великие-то красные. Значит, все точки, там же точки какие-то у нас находятся, очень важные. Ну, в общем, резюмируя, могу сказать, что да, советую ложки. Но я знала, что ложки очень-очень эффективны. Повторюсь, неудобство о том, что ложка не всегда есть под рукой. Единственное, что мне не очень понравилась вот эта часть. Хотя, почему бы нет. Я делаю, напоминаю, без масла, потому что масло, я помню, у меня было ощущение, что ложка просто проскальзывает. Просто я не могу ее даже прислонить. Я человек, который очень хорошо и очень сильно работает. Вы знаете, мне эта техника понравилась. Я ее, на самом деле, возьму на вооружение. Не буду лениться иметь чистые две ложки рядом с кроватью. Обычно я вечером делаю массаж. И для лба, однозначно советую для лба. Да. Под бровями обычно тоже на зону, которую желательно проработать. И почему этот массаж хорош? Потому что не очень сильно надавливая, вы прямо-таки давите в ту точку, в которую нужно надавить. Это первое преимущество. Второе, для тех, кто боится, что кожа растянется. Хотя я не отношусь к числу женщин, которые боятся, что кожа растянется. Много раз объясняла, почему. То тоже эта техника будет очень-очень полезной. Да. Ложки однозначно, да. Мне все понравилось. Возьму себе на вооружение. Однозначно удобнее, быстрее и эффективнее. Потому что вы обрабатываете сразу обе части лица. В то время как мячиком вы должны катать только одну часть. Сначала прорабатывать лица, а потом другую. Однозначно, да. Ложки рекомендую. Возьму себе на заметку и скоро выпущу отдельное видео. Моя техника, моя авторская техника делания массажа ложками. Желаю всем выглядеть хорошо, красиво. Расслабить все-все-все-все морщины. И быть гладенькими, как эта ложка. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok